Более полугода на линии огня. Село Заселье Николаевской области было оккупировано еще в начале полномасштабного вторжения. На въезде в населенный пункт россияне поставили блокпост и решали, кого пропускать в село, а кого нет. О том, как местным жителям приходилось выживать под психологическим давлением и плотным огнем захватчиков, далее в сюжете. Надписи «Дети на заборах» до сих пор напоминают о наибольшем страхе, охватившем селян, когда российские солдаты подошли к заселью. Люди боялись, люди переживали, что они зайдут в дома, будут делать людям плохо. И такая опасность висела над жителями несколько месяцев. На въезде в село оккупанты выставили свой блокпост и устраивали проверки документов у тех селян, которые навещали родственников по соседству. Соседи наши, кто там выезжал, к внукам ехали в Первомайское. Мы даже к сыну боялись выехать, а они выезжали и видели. Документы проверяли. Впрочем, россияне не рискнули ворваться в заселье. Поначалу шли колонны техники. Каждый день слышали. Видели солдат там где-то. Татьяна одна из тех, кто научился выживать под обстрелами. Сидели в доме, тихо, мирно. Поужинали, сели слушать радио. Как грюкнуло, повылетали все окна, все стекла. Полетело все туда, под двор. Даже сейчас женщина рассказывает о тех событиях, словно все произошло лишь вчера. Мы насчитали, что в течение полутора часов прилетело более 40 снарядов. То ли из танков, или из чего они нас обстреливали. У большинства селян дворы и огороды усеяны боеприпасами. Вот такие подарки летели от россиян практически каждый день. Практически в каждом дворе они торчат, где рассыпались. Это от кассетных снарядов. Наверное, это смерч. Российские снаряды разрушали дома. Владимир показывает, что осталось от хозяйственного сооружения. Прилет. Разрушив охоз постройку. Немного убрали. Пока погода не позволяет отремонтировать. Руины остались и от когда-то крупного сельскохозяйственного предприятия. Первая рабочая башня, вторая рабочая башня и третья рабочая башня. Там склады. Находилось зерно, подсолнечник и кукуруза. Горело все. Мы смотрели, чтобы не сгорели наши дома. Из-за того, что заселье находилось близко к позициям противника, в село не доезжали ни пожарные, ни медики. Люди тушили сами пожары. Мы спасали свое имущество и своих родных, близких. Скорая сюда не доезжала, потому что не пускали. Только до Калиновки. Кравченко Юру ранила осколком. Селяне объединялись и помогали друг другу. И это спасало в тяжелые моменты. Собаки и коты. Вся улица, кто выехал. Просили люди, присмотрите. Казанами варили кашу и кормили все это хозяйство. Еще одно страшное воспоминание из той жизни под обстрелами россиян. Как днями сидели по подвалам. Начался обстрел. Это был июль месяц. Мы спустились в погреб и услышали, что начинается обстрел. И был приход у меня на хоздворе. Когда украинские военные оттеснили противника на правый берег Днепра, в заселье стало намного спокойнее.